Всем доброго здоровичка! Вот такая вот рассада шелковицы у меня выросла и я ее сейчас я буду высаживать в открытый грунт. Дело в том, что это довольно такая грязная работа, поэтому снимать не получится, потому что я сам я вам расскажу вкратце. То есть я сейчас намочил грунт здесь, где растут ростки и с помощью вилки я буду их по несколько штук выкапывать и вот эти вот ломки, которые я уже пролил водой, я буду сажать ростки шелковицы. Ну вот в конечном результате все вот так вот будет выглядеть. Дальше я это все закрываю импровизированным таким парничком, который я сделал с обычной оконной рамы и накрыл ее эту раму агроволокном. Сверху этот импровизированный парничок я накрываю вот таким вот деревянным щитом из досочек. Он у меня исполняет функцию тени. Вообще это все нужно делать в теньку, но у меня места в теньке нету, поэтому вместо тенька вот этот деревянный щит, который как бы рассеивает солнечный свет. Ну и через два-три дня, когда рассада укоренится, потом еще через дней 7 я уже открою полностью извлеку щит и рассада будет находиться под этим парничком вплоть до осени. На зиму тоже она будет парником, потому что будет мороз, я не знаю как она перезимует. Ну вообще я считаю, что лучше всего конечно сеять поздней осенью. Ну в качестве эксперимента вот я летом тоже попробовал посеять. Думаю, что все получится, потому что шелковица живущее дерево. Прошло две недели и я хочу вам продемонстрировать, что у меня получилось в конечном результате. Та-дам! Я даже специально землю полил, чтобы вам было хорошо видно. Результаты не очень хорошие. Вот этот ряд еще более-менее. Вот здесь ряд только несколько растений. То же самое здесь и здесь. Причиной всему являются вот эти вот жучки, которые называются мокрицы. Вот именно они поели всю мою шелковицу. Это были, скажем так, тепличные растения, которые выращены у меня в лоджии. Они были довольно нежные сибельки, зеленые. Вот сейчас у нас засуха. Корма жучкам не хватает. И они вот что делают. Они где-то там на каком-то расстоянии от земли начинают обгрызать по кругу стебелек. И дерево маленькое благополучно падает. Вот это растение еще живое, но я думаю, что это ненадолго. Вот тоже здесь. вот здесь утончение. Видно, что плюс они едят лепестки. Видите, как объедают? То есть листочки. Вот что остается только один стержень. Все, больше ничего нет. Поэтому из порядка, наверное, 100-150 растений у меня остается буквально там десяток, может быть, насобирается. Вот здесь три деревца, более-менее. Хотя одно из них вот здесь подъедено. И вот здесь немножко есть растений. Ну, думаю, что-то спасу. Из всего этого могу сделать вывод, что лучше всего высаживать растения или другим способом с использованием химии, что для меня недопустимо. Или лучше всего, конечно, высаживать весной. Когда зелени вдоволь, очень много и различные жучки-паразиты могут не позариться на ваши маленькие, молоденькие деревца. Ну, буду смотреть уже, как говорится, цепят по осени считает, а я буду считать по весне, как перезимует то, что у меня осталось. И если останется еще, это другой вопрос. А там уже будем, как говорится, посмотреть. В принципе, это все. Спасибо, что смотрели. Набирайтесь опыта. Это для меня тоже опыт. Хоть и не совсем позитивный, но опыт буду иметь в виду. Спасибо, что смотрели еще раз. Увидимся. Пока. Пока. Пока.